Дорогие друзья, мы выходим с Палу Блэйзи Мэри. Для того, чтобы на отжимном ветре попасть на берег, нужно встать на эти швартовочные канаты. Тогда под весом моего изящного тела лодка все-таки начинает чуть-чуть приближаться. Приближается лодка и можно выйти и не утопнуть. Вот так изящно. Мы на перроне, который называется причал для визиторов, то есть для гостей, собственно. Но стоим мы здесь уже почти три месяца и никто нас отсюда не просит. Может быть, потому что ковид, а может быть, так у них тут принято. От этого широкого причала расходятся четыре длинных-длинных понтона A, B, C, D. И, судя по номеру яхты у Ладиной подружки с яхты, номер C236. Яхт там стоит немало. Андрей говорит, что в общей сложности около 400. Вот у нас по соседству стоит тоже русская яхта. Вы удивитесь, она очень знаменитая. Сейчас мы вам ее покажем. Это яхта Esmeralda. Кто знает, что такое Golden Globe Race, тот обязательно знает, что такое Esmeralda. Потому что в 2018 году на мировой парусной гонке одиночек нон-стоп вокруг света, Golden Globe Race. Игорь Зарецкий, представитель единственной России, участвовал в гонке на вот этой яхте Esmeralda. Они дошли до Олбани. Это самый юго-западный порт Австралии. И после Олбани Игорь, к сожалению, не смог продолжать кругосветку. И яхту перегнали вот сюда вот к нам во Фримантул. И она стоит теперь у нас по соседству. Мы за ней присматриваем, иногда подтягиваем во время шторма веревки. Теперь идем дальше. Вот на этом катамаране тоже живут наши юнги. Две подружки, точнее, приятельницы. Две австралийские девочки с семьей. Но им как-то удается здесь не жить, а бывать на выходных, потому что в остальное время они снимают жилье на берегу. Фримантул Сейлинг Клаб. На крыше мы видим аббревиатуру FSC, которая, собственно, об этом и свидетельствует. Вот на этой яхте один дядька, который выходил с нами одновременно из Кейптауна, почти одновременно, но в одиночестве пересекал Южный Индийский океан в течение двух с половиной месяцев. Пришел сюда в Западную Австралию приблизительно на месяц позже нас и попал на карантинный причал, который находится вот там вот в том дальнем краю Марины. Там он простоял 14 дней, затем был спокойно пущен в Австралию. Вот посмотрите какая-то яхта удивительно прекрасная. И на таких яхтах тоже пересекают океаны, причем в одиночестве. Яхта железная. Вот здесь начинается понтон B, еще у нас узенький понтон A вон там остался. И мы идем дальше. Вот этот причал обычно используется для отправки и привозки туристов вот на таких корабликах, которые ездят понырять, посноркелить и посмотреть какие-то соседние островки. Здесь написано, что вы можете здесь стоять только 15 минут, чтобы взять пассажиров и чтобы выгрузить пассажиров. А в остальное время, может быть, они базируются в других местах. Нам об этом ничего не известно. Следуем дальше по понтону. Сейчас самое красивое зрелище у вас в кадре, это мои новые джинсы, купленные за 5 австралийских долларов в магазине Second Hand. Они были совершенно новые. Вот здесь вот были бумажные этикетки пришитые, которые сегодня я отпорола. Так что вот порадуйтесь, что даже в Австралии можно купить за 5 австралийских баксов прекрасные джинсы, если хорошо поискать. Ноу-догс, ноу-байк, как вы видите, единственный, кто ездит на велосипеде по этому понтону, наша Юнга. У нее маленький велосипед типа советского Левушки, поэтому на это смотрят сквозь пальцы. С собаками сюда нельзя, как вы видите, если ты не являешься членом клуба и старейшим его жителем, о собаках можно забыть. Поэтому это один из ответов на вопрос, почему у нас на яхте нет питомцев. Сейчас мы с вами идем на нашу велосипедную площадку. Здесь паркинг для великов. Вот он все это предваряет, и у нас тут целый автопарк. Начинается парковка с Ладиного самоката, который Ладин и друзья нашли практически на помойке, ей подарили. Вот это тот самый велосипед типа Левушка. Он вместе с большими велосипедами путешествует с нами, аж с самой Барселоны. Уже больше шести лет они несут лямку яхтенных велосипедов. Вот они наши три железных коня. Два белых, один черный. Как вы видите, вот здесь вот уже очень сильно они поюзаны, и сидение не выдерживает такого ритма. Все вот эти вот детали, болтики и прочие шурупы прожжавели во всю силу. А вот на этом моем велосипеде Лада уже научилась опускать сидение и гонять вместо Левушки на нем. У нее ноги достают, и она, в общем, на большом велике рассекает. Вот там вот у нас пункт приема мусора. Корзинки, тележки аккуратно, культурно стоят, на которых можно привозить грузы из супермаркета или откуда-нибудь на яхту. Там калитка, которая в выходные дни открыта, в остальные все дни и ночью запирается на электрический замок. Вот здесь вот ресторан, к сожалению, и затемненные стекла не позволяют вам увидеть количество сидящих там людей. Но, обрадовавшись от мене коронавируса, все, конечно, выспали в ресторан. И хоть формально звучит предостережение на тему social distance, но на самом деле, собственно, мало кто ее соблюдает. А вот это вот карантинные два плакатика. Один из них говорит о том, как же грустно, дорогие друзья, что бар закрыт. Но не теряйте, в общем, бодрости. Мы приглашаем вас в киоск, который открыт 7 дней в неделю с 8 утра до 6 вечера. И там вы можете купить все, что хотите на вынос. А вот этот плакат говорит о том, что соблюдайте социальную дистанцию, иначе мы вас попросим из нашего Аях-клаба. Здесь везде есть, конечно же, камеры. В австралийских традициях есть друг на друга стучать, как это называют русскоязычные. И, собственно, когда был карантин, мы старались друзей на лодку не приглашать или пробираться туда огородами. А теперь мы подходим к большой нарфолской сосне. Андрюха ее уже снимал, и я много рассказывала о том, как сосна поступает с шишками. Нет возможности сохранить большую зеленую шишку, например, вам для коллекции, потому что мы с Ладой собираем гербарий. И вот это вот все для нас очень ценно и важно. И потом оказывается, что зеленая шишка, которая стояла единым толстым большим монолитом, в один прекрасный момент вдруг распадается со взрывом вот на кучу вот таких вот семян. И вот эта вот одна единственная нарфолкская сосна разбрасывает свои семена в радиусе, наверное, метров чуть ли не ста. Я уж не знаю, как они так распространяются, но деток у этой сосны очень много. Впервые мы ее увидели на острые питкерны, теперь она у меня железно ассоциируется с этим самым островом. И между прочим, у нарфолка и питкерна есть своя отдельная история и связь, но это совсем уже другая история. Вот там вот находится шип-ярд. Можно вытащить лодку для покраски, для ремонта. Очень много там маленьких ремонтных мастерских. Есть ангары для лодок, есть яхтенные магазинчики. А карантинный причал находится вот совсем вот там вот далеко за вот этими всеми причалами. Туда яхты прибывающие встают на досмотр биосекьюрити и выдерживают там карантин. Мы, собственно, там стояли всего лишь сутки, а потом там стоял тот самый дядька с железной лодки, про которую я вам уже говорила. Ну а теперь мы заходим внутрь Фремантл Сейлинг Клаба, проходим через уличное кафе, бар, ресторан. Сейчас кафе начало оживать, вернее ожило, можно сказать, уже совсем. Появились наконец-то столы и стулья, которые раньше были складированы в углу на летней сцене. Вот здесь все уже как прежде, как было в доковидную эпоху. Сейчас мы пройдем на гриль-площадку. Каждый четверг здесь можно пожарить гриль тем, кто стоит в яхт-клубе и тем, кто является его членами. Мы в прошлый четверг уже воспользовались этой прекрасной возможностью. Здесь две газовые грильницы, вот первая, вон вторая. Есть щипцы для мяса, они тут привязаны красиво. Грильницу я не уверена, что смогу открыть. А вот смогла. Вот тут вот внутри двухполочная грильница. Есть даже противень, как хотите, на решетке или на противне жарить. Вот кран с горячей водой. И отопители газовые, отапливать улицу. Вот он тот самый киоск, который прикрывал тыл всему Фреманту, я к клабу и ресторану, будучи единственным работающим заведением на территории. Hi! Здесь мы брали кофе и прочие вкусняшки с прекрасными ребятами, которые тоже прикрывали тыл. Сейчас там витрина пустая, но, видимо, все потому, что основная часть продукции переместилась таки в бар и ресторан, куда мы сейчас с вами тоже переместимся. Заходим и видим прекрасную картину. Новая Зеландия, Америка, Австралия. Всех приветствует. Вот, все здесь застряли на время карантина. Но при этом все полны оптимизма, с надеждой смотрят на будущее. Вот здесь вот сцена, на которой происходят живые концерты. Сидят дядьки, пьющие воду вместо пива или водки. Hello! We are making a movie for our internet blog. About Freemantle Sailing Club. Вот тот дядька, как-то раз я у него заказывала кофе, и мы выяснили, что мой акцент, когда я прошу кофе без кофеина, соответствует южноафриканскому, но не соответствует австралийскому. Но у него я научилась говорить, дайте мне, пожалуйста, кофе без кофеина с австралийским акцентом. Он меня понимает. Так, ну вот проходим теперь опять же сюда, в замечательный холл, где очень много разных раритетных штук. Вот эти вот вывески типа счетов содержат яхты, таблички, даты. Я так думаю, что это о каких-то событиях, о каких-то регатах и памятные значки в честь членов клуба и событий, которые тут происходили. Вот это вот какие-то подарки, видимо, от объединений этих всех клубов. И тоже памятные таблички, на которых написано, да, тут вот написаны какие-то... А, вот это тот, кто завоевал. Это вот на самом деле вот этот не памятник вовсе, а такой кубок. Переходящий кубок, вот здесь выбиты на этих табличках имена обладателей в разные годы вот этой красоты. Здесь какая-то очень важная майка, надо прочитать. Это в Дарф Ремантл Сейлинг Клабу от кого-то там. Дальше мы видим стенды, на которых написано расписание клубов, правила, расписание регат, разных других событий. И, к счастью, вот когда мы прибыли сюда 18 марта, здесь стояли объявления о разных регатах. Вот здесь, например, там были совсем другие даты, и потом все это было перечеркнуто красным фломастером, написано отложено, 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 отложено. Сейчас вот здесь появляются даты, смотрите, зима 2020, с июня по июль, вот на июль. То есть деятельность яхт-клубовская и регатная потихоньку оживает. И, в общем, яхт-клуб выглядит очень даже живым. А вот здесь список всех командоров Ремантл Сейлинг Клаба, начиная с 1920 года. То есть, если судить вот по этому вот стенду, в этом году Ремантл Сейлинг Клабу исполняется аж 100 лет. И, по-моему, это очень круто для Австралии, который, в общем, довольно новый континент, заселенный европейцами, в общем, не так давно. Вот тут вот мне очень нравится входная конструкция в туалеты. Посмотрите здесь, какая живопись и красота. Чувствуешь себя в картинной галерее, смотря на картины, писанные маслом. Это не репродукция, это реальные картины, написанные маслом. Вот 1871 год, например, 1880. Я даже не знаю, by Gregory, а здесь автор Ricketts. C.R. Ricketts. В общем, картины маслом висят у нас около входа в туалет. Даже хочется лишний раз руки помыть, дорогие друзья. И вот здесь тоже 1785-й, by D. Turner. Тоже флит-рейсинг, регата какая-то. Мне кажется, это очень круто. В туалет я вас не поведу, там очень все цивильно. Вот здесь вот разные кубки, маяк даже. Смотрите, кубок в виде маяка, я не знаю, работает он или нет. И тут куча всех этих наград. На самом деле, когда ты находишься вот в таком помещении, в таком удивительном яхт-лабе, там Блуби сидит дядька и что-то делает, я, наверное, ему мешаю. Такое ощущение причастности к чему-то очень старинному, традиционному и очень крутому. На период пандемии, на протяжении двух месяцев вот здесь вот у входа стояла ширма. Двери не работали, не открывались. Да, нам разрешили делать съемку. Да, это на самом деле офицер-дежурный. Там написано у него на табличке, но выглядит он не больше, не меньше, как адмирал флота. У сейлинг-клаба с нему там посмотрим, есть даже музыкальный ансамбль. Выглядит он как концерт Советской Армии практически. Ну а теперь мы выходим на улицу через парадный вход фремонтал сейлинг-клаба. Там стучит веревка от флага, говоря нам, ребята, мы тут. Фремонтал сейлинг-клаб наконец-то закрылся и открылся. Пока все это было закрыто, мы не могли входить через эти парадные ворота. Пользовались калиточкой с одного или с другого края и угла. Здесь очень сильно пахнет эвкалиптом. Очень жалко, что камера не передает вот этого вот запаха Австралии, потому что Австралия пахнет эвкалиптом. Вот здесь вот на паркинге тоже очень много машин. Это машины только для членов клуба, потому что гости, не члены клуба, чаще всего паркуются вон там за воротами. И вот здесь очень здоровская конструкция, где у нас дети сегодня лазили по веревке вот на этом дереве и устраивали пикник. К ним приходил в гости еще мальчик. А вот там дальше видно лужайки, знаменитые австралийские лужайки и небольшие пляжики, которые находятся прямо около Марины. За этими пляжиками и лужайками расположен парусный маленький клубик. То есть, в общем-то, яхтенная секция, где дети тренируются по выходным и выходят в море на оптимистах. Сейчас это все как-то пока закрыто почти. А нет, там кто-то есть, но это не очень видно. Вот сюда, вот в эту акваторию приплывают иногда черные лебеди. Большие австралийские черные лебеди. Собственно, это символ Западной Австралии. Здесь даже главная река, на которой расположен город Перд, называется Свон. Долина, где винный регион ближайший, называется Свон-Вэллий, то есть лебединая долина. То есть лебеди здесь являются местными жителями, более местными, чем современные австралийцы, которые прибыли сюда. Вот там вот если поехать по дороге, мы выйдем за главные ворота. И дорога идет вот туда на Перд, туда на юг Австралии, к Южному океану. И есть шевелодорожка, которая пронизывает очень многие города и веси Австралии. И по ней мы очень часто по утрам катаемся до парка с развлечениями.